В этом выпуске мы рассмотрим, как при помощи Node.js создать веб-сервер, который будет возвращать файл юзеру из директории Public. Может возникнуть вопрос, зачем здесь Node.js, почему бы не сделать это на другом сервере, например Nginx. Вопрос совершенно уместен. Да, для отдачи файлов, как правило, другие сервера будут более эффективны. С другой стороны, Node, во-первых, тоже работает весьма неплохо, а во-вторых, может перед отдачей файла совершить какие-то интеллектуальные действия. Например, обратиться к базе данных, проверить, имеет ли юзер право на доступ к данному файлу. И только если имеет, тогда уже отдавать. Итак, начинаем. HTTP Create Server здесь очень прост. Он будет проверять, есть ли доступ к данному файлу, и если есть, то уже отдавать. Для проверки доступа мы будем использовать следующую, по сути заглушечную функцию, которая будет парсить URL, и если есть параметр Secret, который равен вот этому, то считается, что доступ есть. В реальной жизни такая проверка будет, конечно же, производиться при помощи куков, базы данных и так далее. Основная функция, которую нас здесь интересует, это Send File Safe. Именно эта функция должна, получив путь от юзера, отослать соответствующий файл из директории Public, учитывая поддиректорию. И важнейший аспект, которым не должен быть доложен, это безопасность. Какой бы путь не передал юзер, он ни в коем случае не должен получить файл вне этой директории. Например, вот такое обращение должно возвращать файл Index.html, и картинка здесь взята из директории, видите, Deep Node.js. А если бы я не указал Secret, то оно должно было бы мне выдать ошибку с кодом 403. Ну а если я попробовал бы указать вот так вот, то тоже ошибка. Итак, для любых попыток выйти за пределы директории. Итак, смотрим функцию Send File Safe, чтобы получить пример безопасной работы с путем от посетителя. Эта функция состоит из нескольких шагов. На первом шаге я пропускаю путь через Decode Ury Component. Ведь по стандарту HTTP многие символы кодируются, в частности русская буква Я будет иметь вот такой вид в URL. И это корректно. Получив такой URL, мы обязаны его декодировать обратно в русскую букву Я при помощи вот такого вызова. При этом, если URL закодирован заведомо неверно, то возникнет ошибка, которую необходимо поймать и обработать. Здесь код 400 как раз означает, что URL некорректен, запрос неверен. Можно, конечно, вернуть и просто 404. Далее, когда мы раскодировали запрос, время его проверить. Есть такой специальный нулевой байт, который, по идее, в строке URL присутствовать не должен. Если он есть, это означает, что кто-то его зло намеренно передал, потому что некоторые встроенные функции Node.js будут работать с таким байтом чуть-чуть некорректно. Соответственно, если такой байт есть, то мы тоже возвращаем до свидания. Запрос некорректен. Теперь настало время получить полный путь к файлу на диске. Для этого мы будем использовать модуль Path. Этот встроенный модуль содержит пачку самых разных функций для работы с путями. Например, join объединяет пути. Normalize удаляет из пути всякие странные вещи, типа точки, двух точек, двух слышей и так далее. То есть делает путь более корректным. Если URL, который передал юзер, выглядел так, то после join с рутом, который представляет собой вот эту директорию, он будет выглядеть уже по-другому. Наша следующая задача – это убедиться, что путь действительно находится внутри директории public. Сейчас, когда у нас уже есть абсолютно точный, корректный и абсолютный путь, это сделать очень просто. Достаточно всего лишь проверить, что в начале находится вот такой префикс, то есть, что путь начинается с рута. Проверяем. Если это не так, то до свидания файла нет. Далее, если путь разрешен, то проверим, что по нему лежит. Если ничего нет, то fs.start вернет ошибку. Ну или, если даже ошибки нет, то нужно проверить файл ли это. В том случае, если это не файл, ошибка, ну а если файл, то все проверено, там файл, надо его отослать. Это делает вложенный вызов sendFile. SendFile функция, которая есть в этом же файле чуть-чуть ниже. Она для чтения файла использует вызов fs.readFile, и когда он будет прочитан, то выводит его через res.end. Обращаю ваше внимание вот на что. Во-первых, ошибка в этом callback очень маловероятна, хотя бы потому, что мы уже проверили, файл есть, это действительно файл, то есть его можно отдать. Но тем не менее, мало ли что. Например, может возникнуть ошибка при чтении с диска, так или иначе как-то обработать ошибку надо. Далее, мало просто сочетать все дрожимы файлы и отправить его, ведь различные файлы должны снабжаться различными заголовками content-type. Например, html файл должен иметь тип текста html, файл с картинкой hpeg, image hpeg и так далее. Нужный тип файла определяется по расширению с использованием модуля mime. Для того, чтобы это работало, нужно его поставить дополнительно и затем вызвать. Ну и наконец последнее. Этот выпуск был заточен в первую очередь на том, чтобы корректно работать путем от посетителя, чтобы сделать все необходимые проверки, видите, вот такая проверка декодирования, вот normalize и join встроенного модуля path, все это очень важно. Но что касается отдачи файла, то этот код неверен, потому что readfile делает что? Полностью просчитывает файл и потом в контент его отсылает. А представьте, что будет если файл очень большой, а если он превышает количество свободной памяти? Вообще же все упадет. Поэтому для того, чтобы отсылать файл, нужно либо дать команду специализированному серверу, либо использовать потоки, которые мы рассмотрим в следующем выпуске скринкаста.